Шакил Рашон Шакил Рашон Шакил Рашон На тот момент это самый молодой игрок в истории NBA. В 99-м году главным тренером команды стал Фил Джексон и под его руководством О'Нил и Брайант раскрылись в полной мере на площадке. Шакс Лейкерс становился трехкратным чемпионом NBA. 6 марта 2000 года Шак установил личный рекорд по результативности в матче с Лос-Анджелес Клиперс, набрав 61 очко и сделав 23 подбора. Но разногласия между Коби, Шаком и руководством Лейкерс привели к тому, что О'Нил был обменен в Майами хит на корона батлера Одома Брайанта Гранта и высокий уровень выбора на будущем драфте. Но в плей-офф 2006 года с Ди Уэйдом Шакил Анил выиграл четвертый свой титул чемпиона NBA, обыграв в финале Dallas Mavericks. В сезон 2008-2009 О'Нил провел в составе Phoenix Suns и здесь получил прозвище Большой Кактус. Шак в этом сезоне сыграл последний 15-й раз на матче всех звезд. Затем был сезон 2009-2010, в котором Шак не смог помочь Леброну выиграть в перстень состава Cleveland Cavaliers, а закончил карьеру Шакила О'Нил в составе Boston Celtics. Из-за травмы игрок не смог продолжать выходить на площадку. Помимо спортивной карьеры, Шак ведет активную общественную жизнь, снимается в фильмах и рекламных роликах, выпустил несколько музыкальных дисков, а также написал автобиографию и был лицом компьютерных игр серии NBA Live и NBA 2K. А также он выступил в нескольких боксерских показательных матчах с лучшими боксерами, такими как Шейн Мосли и Оскар Далахоя. А теперь посмотрим на 10 лучших моментов в карьере Шака. После окончания трех курсов университета Louisiana State, Шакил О'Нил был выбран первым номером на драфте 1992 года Orlando Magic. Волшебники предложили О'Нилу рекордный для новобранца лиги контракт на 40 миллионов долларов. По ходу сезона Шакил запомнился двумя инцидентами. Во время игры против Феникса О'Нил забил мяч с такой силой, что сломал опоры баскетбольного щита. Второй инцидент произошел в Нью-Джерси. Эффектным данком О'Нил опрокинул баскетбольный щит, разбив счетчик 24 секунд. На восьмом месте первый в карьере Шака трипл-дабл, который игрок сделал в матче против Нью-Джерси. Внимание! 24 очка, 28 подборов и 15 блокшотов. Это Шак Дизель. Седьмое место и самая первая награда Шака в лиге. Новичок года NBA 1993-го. Шестая строчка. Шак, 15-кратный участник матчей всех звезд NBA. В 2000-м на таком матче Шак и Тим Данкон поделили приз самого ценного игрока матча звезд. А в 2009-м году на супершоу в Фениксе Шак и Коби были названы самыми ценными игроками встречи. Пятое место. И здесь Шак единогласно был назван лучшим в матче всех звезд 2004-го года. 24 очка и 11 подборов в активе Большого Кактуса. Четвертая строчка. И снова награда. Анил – самый ценный игрок сезона 99-2000. Он набрал 120 голосов из 121 возможных. В этом сезоне Шак стал самым результативным игроком. Вторым по количеству подборов и третьим по блокшотам. В третье место Шак набирает свое 28-тысячное очко за карьеру в составе Кливленда. В центровой стал только пятым игроком, которому покорился этот рубеж. Второе место и еще один титул чемпиона NBA. Четвертый. Шакил Анил выигрывает в составе Miami Heat вместе с Ди Уэйдом в финале 2006-го года против команды Dallas Mavericks. А особняком в карьере Шака стоит период, который он провел в Лос-Анджелесе. В 1999 году главным тренером команды стал Килл Джексон. Под его руководством и во многом благодаря концепции тройного нападения команда из Лос-Анджелеса пришла к трем титулов чемпионов NBA подряд. Шакил признавался самым ценным игроком плей-офф NBA в течение трех лет. При этом его среднестатистические показатели стали лучшими для центрового в истории плей-офф NBA. Этот период в истории Лейкерс получил название Showtime Era. А руководство Лейкерс, узнав о завершении карьеры Шакилом Анилом, приняло решение увековечить номер, под которым выступал Большой Папочка. Спасибо Шаку за то, что он сделал в NBA. Спасибо и вам, дорогие друзья, что слушали меня. Любите баскетбол!